Всем привет. Янино, город на северо-западе Греции. Расположен на высоте 480 метров над уровнем моря, на берегу озера Янино, в 209 километрах к юго-западу от Салоник и в 311 километрах к северо-западу от Афин. Административный центр одноименной общины, одноименной периферийной единицы, периферии Эпира и децентрализованной администрации Эпиры и Западной Македонии. Население 65-574 жителя по переписи 2011 года. Площадь 17,355 квадратного километра. Южные пригороды Янины, Кастрицеа и Кацикас. Неназванный хорошо укрепленный полис, построенный Юстинианом первым для жителей античной Эври, некоторые исследователи связывают с Яниной. Нет археологических находок, подтверждающих эту версию. Первое упоминание Янины появляется только в 879 году, применительно к векарной епархии Нафпакта. Анна Камнина упоминала Янину три раза, не давая при этом никаких пояснений. В 1082 году город временно переходит под власть норманнов в главе с Баймундом-1. После 1204 года Венеция заявила о своих правах на Янину, но контроль над городом перешел к эпирскому диспотату, а в 1225 году была образована фема Янина. Янина в 1259 году после битвы при Пелагоне осаждалась никейскими войсками, но еще долгое время оставалась под властью Эпира, пока в 1318 году ее не захватила Византия. После включения в византийское государство статус города поднялся до метрополии. В феврале 1319 года византийский император Андроник-2 палеолог издал Хрисавул, где были перечислены привилегии граждан Остея Янины. Элементы местного самоуправления, освобождение от налогов на торговлю и военных повинностей за пределами города, подтверждение неприкосновенности городских обычаев и владений. Этот Хрисавул представляет собой уникальный документ, описывающий неприкосновенность города. Около 1348 года Янина пала под натиском Стефана Уроша-4 Душана, а с 1355 года перешла к Симеону Урошу. Начиная с 1366-1367 года в Янине правит Фома Прелюбович, тираническое правление которого описано в летописи Янины. В борьбе против албанцев Прелюбович в 1380 году обратился за помощью к туркам. Однако горожане, напуганные нападениями албанцев, признали Карла Айтока своим правителем, и тот перенес в Янину свою летнюю резиденцию, но вскоре после его смерти, в 1430 году Янина была отдана туркам, став административным центром одноименного Санджака. В 1611 году восставшее греческое население под руководством монаха Дионисия на день отбило город у турок. Восстание было подавлено. У пещеры, где был замучен Дионисий, сегодня стоит обелиск. В 1788 году город стал резиденцией султанского вассала Али Паши Тепелинского, который вынашивал сепаратистские планы и в конце своей жизни поддерживал контакты с греческими гитеристами. Калоритная фигура Али Паши и Янина той эпохи упоминается в графе Монте-Кристо Александра Дюма отца. С началом греческого восстания в 1821 году, султанские войска осадили Али Пашу в Янине, где его впоследствии казнили. В 1913 году в ходе Первой Балканской войны и после упорных боев на подступах к городу, в районе Бизани, Янина после продолжительной осады была освобождена греческой армией и вновь стала греческим городом. Решительный бой начался 19 февраля. После падения форта Бизани участь Янины была решена. 21 февраля Эсад Паша послал парламентера с предложением о сдаче. В Янине грекам сдалось 25 тысяч человек. 22 февраля в город торжественно въехал король Греции Константин I. В 1944 году во время оккупации еврейская община была депортирована в лагеря смерти. Замок Янины. Находится в юго-восточной части города на полуострове, вдающемся в озеро Янина. В 1082 году замок захватывает Боемунд I и укрепляет его. От этого периода сохранились укрепления в юго-восточной крепости замка, называемой Ичкале Круглая Башня, известная как Башня Боемунда, и фундамент такой же башни в восточной части. В северо-восточной крепости замка, называемой Эпанагулас, находились резиденции византийского правителя и собор святого Иоанна. В 1204 году в Янину бежали жители Константинополя, взятого рыцарями четвертого крестового похода. В правление Михаила I Камнендука, 1205-1215, были увеличены и построены городские стены, а также стены северо-восточной крепости замка. В XIII веке в Ичкале был построен собор Архангела Михаила. В правление Фомы Прелюбовича, 1366-1384, были возведены дополнительные укрепления, среди которых Башня Фомы. В XV веке, после покорения Янина турками в 1430 году, на месте собора Архангела Михаила была построена мечеть Фетихия. В 1618 году в северо-восточной крепости замка на месте собора святого Иоанна построена мечеть Аслан Паши. Здесь же находятся тюрбы начала XVII века, медресе середины XVII века. Рядом находится византийская баня XIII века, хамам начала XVII века и библиотека Османского периода. Замок был перестроен и укреплен в правление Али Паши, 1788-1822. В 1788 году в Ичкале Али Паша построил сарай, дворец, свою резиденцию. Сохранилось здание казны. В 1795 году он перестроил мечеть Фетихия. В 1815-1820 годах построил рядом с северо-восточной крепостью замка кавалерийские казармы Суфари-сарай, ныне исторический архив Эпира Генерального государственного архива. В Ичкале находится гробница Али Паши. Сарай Али Паши был разрушен в 1870 году. С 1933 года в северо-восточной крепости замка находится городской музей. С 1913 году в Ичкале находился военный госпиталь, с 1995 года – Византийский музей Янины. Образование. В 1828 году была основана школа Засимаса. В 1964 году был открыт филиал университета Солоник. На его базе в 1970 году создан университет Янины. Кампус музея находится в шести километрах к югу от Янины в Дурутисе по имени Георгиаса Дурутиса, которому принадлежала эта территория, рядом с монастырем Святого Георгия Перестерас. В Янине существует филиал технологического учебного института Эпира с центром Варта. В Янине находится государственный аэропорт Василев Спирас, носящий имя царя Пира. В десяти километрах южнее Янины проходит автострада 2 Игнатия, часть европейского маршрута И-90. Янина является началом автострады 5 Иония. Национальная дорога 5, часть европейского маршрута И-951 связывает Янину с Ортой. Через Янину проходит национальная дорога 6. Трикола, Игуменица, часть европейского маршрута И-92. Национальная дорога 17 связывает Янину с Додоной. Национальная дорога 20, часть европейского маршрута и 853 связывает Янину с Казани. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи.